ну что вот так вот каждое утро вроде бы нашел место где стать с вечера выехал а завтра не знаешь вернее не то чтобы завтра вечером не знаешь даже откуда ты будешь выезжать и где ты станешь вот такие вот особенности парковки есть люди особые такие у которых свое место возле подъезда которые одну машину отгоняют чтобы вторую машину поставить так чтобы сохранить себе место на своей парковке что ж поделать если нет места то приходится искать его каждый вечер не будешь же машину ставить на шикарное место и потом постоянно стоять и ходить пешком зачем это вообще нужно я понимаю там зимой когда негде стать когда сугробы нужно выкопать себе место для того чтобы стать это все понятно но когда лето там дождик жара почему бы и нет почему бы не поездить собственно говоря так вот и живем в фон борьба за место за парковку ну давай зелененькая а вот такие вот пирожки парковка это конечно страшная вещь можно и стать на платную парковку и не заплатить тогда штрафом могут наказать можно по незнанию попасть очень даже хорошо здорово штраф это веселые камер очень много все для того чтобы водителю было удобно в общем как-то так казалось бы ты мог бы заплатить там где-то 40 50 рублей тебе приходит штраф на 5000 с камеры которая тебя засекла что ты на стоял на платной парковке ну или был там или по незнанию вляпаться можешь так что нужно быть готовым ко всему лучше лишний раз перестраховаться благо есть куча программ для того чтобы для того чтобы не попасть данную ситуацию чтобы посмотреть на платной парковке ты находишься или нет все это конечно приходит с опытом но дабы не набивать ошибок таких шишек себе возьмите за правило перед тем как вы куда-то едете посмотреть платные парковки там в отдельном приложении вообще где можно стать потому что можно заехать так далеко в центр что там и стать негде будет ну или парковка будет не 40 рублей 300 и для вас это будет новостью что не очень хорошо скажется на вашем семейном бюджете очень веселая вещь конечно перехватывающая парковка это вообще супер конечно тут тоже много нюансов но тем не менее вы подъезжаете к метро при помощи тройки совершаете две платных поездки и парковка возле метро будет стоить вам сущие копейки либо вообще ничего за нее заплатит Мосгортранс так что имейте в виду ситуации бывают разные людям иногда захочется сэкономить вот лучше подстраховаться мы тут бабушку с Кирой встречали заранее подстраховались посмотрели парковки платные возле метро Выхина приехали встали все как и задумывалось как и просматривалось на платную парковку мест было очень много много все замечательно но проехав дальше 50 метров мы не нашли бы парковки нам бы пришлось через несколько километров только разворачиваться и ехать обратно так что проще посмотреть на карте заранее чем тратить потом драгоценное время чем искать потом где развернуться как скоротать и спрятаться на машине ну а так заплатили всего лишь на всего 40 рублей за час на охраняемой парковке парковка была огорожена все было замечательно хорошо мест было валом но я же оговорюсь 50 метров бы еще проехали мимо парковки и все стать было бы негде везде запрещающие знаки метро Выхина в основном развязки автобусов идти потом с сумками куда-то еще дальше ну как бы не вариант парковки это бич такой все что платное во дворах за него иногда можно будет забыть ты вроде бы привык приезжаешь на одну и ту же парковку где-то там становишься она вроде бы бесплатная все но в один прекрасный момент и приезжаешь а на въезде во двор стоит шлагбаум и все нет это как бы удобно для местных там для всего но тебе если там ехать далеко куда-то ты можешь подъехать в метро оставить машинку где-нибудь во дворах и дальше на метро на работу с работы а потом вместо того чтобы ждать душный транспорт можешь сесть в свою машину и спокойно поехать забрать жену там допустим приехать домой ну удобно же удобно да поездки не такие большие но тем не менее они есть это хорошо если там найдешь место где стать но зачастую это нет зачастую получается так что вот я сейчас еду прилично одну станцию метро проезжаю чтобы встать чтобы зайти в метро и выйти там есть такая небольшая парковочка о которой мало наверное кто знает вот ну тем не менее там можно встать и спокойно простоять она бесплатная скажем так а возле метро возле нашего возле Новогиреевского там уже платная парковка просто так бросать машину тоже не хочется сами понимаете жалко конечно жалко у пчелки можно сказать ну пчелка это такая трудяшка в общем парковки конечно жесть для начинающих водителей и яндекс такси жесть особенно люди которым им управляют и каршеринги и все те которые сзади бибикают которые всегда и везде спешат а это все всегда и везде спешат и то что вам говорят есть и бибикают вы на это не обращайте внимание это не вам в любом случае если бибикают это вам вот хотя даже если и не вам то вы воспринимаете это на свой счет всегда дождемся сейчас разрешающего сигнала светофора включим поворотник и подъедем к нашей парковке вот а вечером поедем забирать жену с работы а все почему потому что мы же семья вот и что ей ждать 247 автобус если можно уехать на 248 автомобиле собственно говоря а да летом еще есть один нюансик мотоциклисты хорошо если их много сразу а вот если одиночники это конечно жесть призраки такие скатит неизвестно откуда за ними нужен глаз да глаз ну вот я и приехал осталось найти место на парковке и пойдем искать где стать так здесь инвалиды становятся пустое место здесь тоже инвалиды становятся пустое место на елочке никого ну значит станем здесь так первая часть квеста выполнена а нет здесь нельзя тут же тоже инвалиды так ладно сейчас переправлю паркуемся чуть-чуть подальше за вот этой белой машинкой да панорамное зеркало очень сильно спасает но к нему нужно привыкнуть точно так же как и к парковкам теперь ну что он Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...